Привет, студент! Ты не ты, если не увидишь сегодняшний невероятный выпуск студенческих новостей Универниус. С тобой Оскар Галимов, и сейчас ты увидишь... Что готовит Юрфак КФУ прошло очередное заседание Попечительского совета юридического факультета. Талант не скроешь! Университет управления ТИСБИ готов к студенческой весне. Юридический факультет Казанского университета готовит поистине грандиозные мероприятия. Какие именно, узнаешь в нашем сюжете о прошедшем заседании Попечительского совета Юрфака. С позитивной новостью началось очередное заседание Попечительского совета Юрфака КФУ. Факультет занял первое место в спартакиаде профессорско-преподавательского состава. Убедившись в том, что девиз Юрфак чемпиона продолжает себя оправдывать, члены Попечительского совета перешли к главной повестке дня – организации Международного форума выпускников юридического факультета. Казанский университет за последние 60 лет выпустил более 12 тысяч специалистов в различных областях юриспруденции. Планируемый уже этим летом форум должен объединить самых успешных из них. Председатель Попечительского совета, мэр Казани Ильсур Медшин, подчеркнул важность этого события и напомнил собравшимся, что в кратчайшие сроки требуется выполнить большую работу. Те люди, которыми факультет гордится, которые за пределами, в Москве, за границей, вы делаете тот, там, 100 ВИПов, которые мы просто хотим видеть. И дальше обрабатываем два месяца, ничего осталось, вообще ничего. Но надо сделать солидно, просто достойно, чтобы повод был гордиться университету и родному факультету, каких людей выпустили, выучили и что они приехали. На этом масштабное мероприятие в учебном подразделении не заканчивается. Уже совсем скоро, 22 и 23 апреля, в стенах факультета пройдут всероссийские судебные дебаты. Ежегодный модельный судебный процесс для будущих юристов уже давно считается фишкой нашего юрфака и соберет студентов со всей России. Диана Вакян, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Природа всегда давала человеку красоту, гармонию, благодатные условия для жизни. А что дает человек природе? Какие меры предпринимают люди ради сохранения окружающей среды? Ответы на эти вопросы в следующем сюжете. Вопросы экологии на сегодняшний день являются одними из самых актуальных. Планета Земля — наш большой общий дом, и от того, насколько в нем все хорошо, зависит здоровье и благополучие каждого из нас. Эту важную проблему обсудили на круглом столе, посвященном столетию образования ТАССР. На встрече собрались представители Управления доктрины науки, законотворческих правоприменительных организаций, надзирательные органы по вопросам экологии. В таком составе, конечно, очень важно поделиться мнениями, опытом, работать более тематикой, на самом деле, востребованной, потому что здесь и история, здесь и экология, и, соответственно, есть еще и плюс к этому перспективы развития. Помимо обсуждения насущных проблем в сфере регулирования экологических отношений, прокурор Казанской межрайоны природоохранной прокуратуры Альберт Хабиров рассказал об осуществлении надзора в сфере охраны водных объектов. Вообще в прокуратуре проводится большая работа совместно с контролирующими природоохранными органами в этом направлении. Практически ежедневно мы выявляем нарушения, связанные с охраной водных объектов. Это и сбросы загрязняющих веществ, водные объекты, и самовольно использование береговых полос, нарушения в водоохранных зонах. Радует, что такие важные вопросы, как защита окружающей среды, не остаются в стороне. Отделе Валеева, Роман Самарин, Универньюз. А теперь свежачок из всемирной паутины. Рубрика Веб-Ньюз. На набережной озера Кабан появится памятный знак в честь императрицы Екатерины II. В мэрии Казани был объявлен открытый конкурс на создание памятного знака, связанного с визитом императрицы в столицу Татарстана в 1767 году. Свои заявки на участие можно представить с 10 по 13 мая. 1 июля скорая помощь начнет работать по уточненным правилам, согласно которым она будет обязана приезжать к больному в течение 20 минут. 1 по 6 июля на сцене театра имени Голиоскара Камала пройдут большие гастроли легендарного московского театра «Современник». Год 60-летнего юбилея коллектив представит в Казани три знаменитых постановки, спектакли «Три товарища по ремарку», «Волшебный сад Чехова» и «Двое на качелях Гибсона». Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей. 22 апреля в Национальный музей присоединится к всероссийской акции «Библионочь-2016», во время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространство расширяют время и формат работы. На чемпионат Европы подзюдо в Казань приедут почти 500 спортсменов. С 19 по 25 апреля в Татарстане пройдет чемпионат Европы подзюдо. Соревнования станут одним из финальных турниров на Олимпийские игры в Рио. Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения. В Ростове-на-Дону наградили финалистов российского конкурса молодых деятелей телевидения студенческой ТЭФИ. Как показывает практика, чем раньше определишься с выбором профессии, тем выше шансы, что ты станешь настоящим профи в своем деле. А если еще будешь знать и будущее, и место работы, считай, тебе нет равных. Студентам Энергоуниверситета в этом плане фанатически повезло. Они получили шанс устроиться на работу, не выходя из вуза. Традиционная весенняя ярмарка вакансий в Энергоуниверситете уже давно полюбилась и студентам, и работодателям. Для первых, это шанс выбрать вполне реальное место работы, а для вторых, отличная возможность пополнить ряды сотрудников. Поэтому в актовом зале КГУ с раннего утра буквально не протолкнуться. Сюда приехали представители 34 компаний практически со всей России. И все непременно хотят найти своего идеального сотрудника. В первую очередь, в людях, которых мы принимаем на работу, мы ожидаем желания учиться, работать, позитивный настрой. В некоторых из наших подразделений также критическим является знание иностранных языков, в первую очередь английского. Амбициозных, целеустремленных, людей, которые готовы учиться новым, новым направлениям, новым, скажем так, инженерным делам. Допустим, инициативность, значит, стрессоустойчивость, я могу это отметить тоже, рвение к карьерному росту, то есть желание показать себя, да, желание продвигаться, развиваться и расти. Многие компании готовы даже воспитать и обучить идеальных сотрудников. Но для студентов это не главное. Их интересы более предсказуемые. К поиску и выбору места работы они подходят очень осторожно. Мне не нужна какая-то черная зарплата или нечто подобное. Мне обязательно нужна именно белая зарплата, именно официальное трудоустройство в трудовую книжку. Это самое важное, конечно. А так, ну, так как я еще студент, мне, наверное, нужна все-таки неполная занятость. Я думаю, что бы мне главное нравилось. Вот. И если мне будет нравиться работа, то я буду там работать и вкладывать какие-то свои силы. То, что оно должно соответствовать, во-первых, профилю хотелось бы, чтобы все-таки не зря учиться и чтобы был карьерный рост. Наверное, материальная сторона тоже немаловажна. Если будут предлагать специальности, места, и где мы можем работать за малый оклад, наверное, мы, скорее всего, не согласимся. Вначале, конечно, можно, да, но, как правильно заметила Лениза, что карьерный рост должен быть в перспективе. Ну и, конечно же, чтобы было поближе к нам. Кстати, в рамках ярмарки вакансии студенты смогли еще получить консультации по трудовому законодательству и научили заполнять резюме. Александр Александров, Руслан Урозаев, Универньюз. В КФУ полным ходом продолжается всероссийский форум Russian PR Week. Скорее смотри подробности. Russian PR Week – всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций. Знаменательное событие года в отрасли пиар. В этом году форум проходит в Казанском федеральном университете с 14 по 17 апреля. В стенах университета это масштабное мероприятие проводится уже в третий раз. Мы в университете даем в основном теорию, так или иначе. Даем, конечно, ее хорошо, но студентам интересна и практика. Пообщаться с профессионалами, пообщаться с теми людьми, которые что-то уже добились в профессии, узнать какие-то тонкости. Узнать о тонкостях и нюансах сферы пиара может каждый желающий. Нужно только посетить мастер-классы от ведущих специалистов по разным сексам. Организация мероприятия, диджитал пиар, реклама и медиа. Как признаются участники, за четыре дня форума можно узнать много нового и прокачаться в сфере паблик-релэйшнс. И, пожалуй, они правы. Ведь, как говорится, кто производит информацию, кто владеет миром. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. С каждым днем студенческая весна все ближе. Она объединяет самых талантливых, креативных и смелых. Активисты университета управления ТИСБИ готовы не только сами блестяще выступить на главном фестивале студенчества, но и найти и привлечь новые таланты. Как они это сделали, смотри в нашем следующем сюжете. Многие посещают людской сад Казани для того, чтобы не спеша прогуляться по живописным аллеям и просто расслабиться. Но от всеми привычной тишины парка не осталось и следа, как только туда явились неусидчивые активисты университета управления ТИСБИ. Они приготовили и провели социальную акцию под названием «Студенческая весна в любое время и в любом месте», которая призвана придать новое дыхание развитию главного студенческого фестиваля. «Акция рассчитана на то, чтобы каждый житель города знал, что в нашем родном городе пройдет такой всероссийский крутой творческий фестиваль, и чтобы каждый принимал в нем участие, как зритель, как участник или как гость события. ТИСБИ очень готов к студенческой весне и желает, чтобы она началась скорее». Как только студенты появились на территории парка, они моментально привлекли на себя внимание всех посетителей. К участию в творческой акции присоединялось все больше и больше младых людей. В восторге были даже дети. Нам удалось пообщаться со студентами и узнать, как ТИСБИ готовится к студенческой весне и как победить. «Нужно отдавать всего из себя полностью во имя весны и во имя студенческой весны. Нужно, чтобы творчество выходило из себя. Не нужно его держать, нужно его показывать и делиться со всем миром». «Проходят репетиции, хоть у нас нет вообще просто программы общей, целой от университета, но у нас есть отдельные номера, которые мы также репетируем, готовимся». «Как правило, это событие несет за собой новые знакомства, новые друзья, новые эмоции, таланты, открытие всего самого нового, самого интересного». Всех участников акции ожидали игры, танцы, веселые интерактивы и еще многое другое. Активисты отметили, что данная акция – это еще один большой шаг к тому, чтобы превратить Казань в главный эпицентр студенческой жизни России. Авелия Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения. Для такого большого достижения ей пришлось совершить многое. Уж ей точно известно, как следует строить карьеру тележурналиста. И это только начало. Подробности далее. В Ростове-на-Дону наградили финалистов одного из самых престижных российских конкурсов среди младых деятелей телевидения «Студенческий ТЭФИ». За внимание Академии российского телевидения боролись участники из 45 вузов страны. На суд жюри были представлены работы журналистов, режиссеров, продюсеров, операторов, звукорежиссеров, мультипликаторов и других начинающих деятелей экранного искусства. В общей сложности студенты прислали более 500 работ. Однако в финал отобрали лишь 27 из них. Репортаж студентки Института массовых коммуникаций и социальных наук КФУ Виктории Егоровой оказался в числе наиболее успешных работ, представленных на конкурс. Она была приглашена на церемонию награждения в Ростов-на-Дону, где назвали имена победителей. Генеральный директор Академии российского телевидения Эдри Левиевой лично вручила студентке КФУ Виктории Егоровой спецприз. Приглашение пройти стажировку на канале РЕН-ТВ в программе Игоря Прокопенко «Военная тайна». Студенческий ТЭФИ не только подарил мне потрясающую возможность поработать с именитыми журналистами на одном из московских каналов, но здесь я также узнала, как и чем живут студенты-телевизионщики из других городов. Кроме того, мне посчастливилось лично познакомиться и пообщаться с Дмитрием Дибровым, с Яной Чуриковой, с Еленой Афанасьевой и другими знаменитыми теле- и радиожурналистами, ведущими и продюсерами. Конкурс «Студенческий ТЭФИ» проводится среди российских студентов второй год подряд. Организаторы мероприятия уверены, что конкурс закрепит за собой статус ежегодного, а значит, в будущем будем ждать от студентов КФУ новых побед. Аделя Мухамедшина, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Танцуй и пой, ведь скоро май. С тобой был Оскар Галимов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!